Всем привет, с вами Русалина и мы на видеоканале, который посвящен лепке из полимерной глины. В сегодняшнем мастер-классе я хочу показать вам еще один оригинальный способ создания объемного цветка. Для работы нам понадобится полимерная глина синего, белого, голубого и салатового цвета. Стек с шариком, стек с иголочкой или шила, лезвие, жидкая полимерная глина, флок, я буду использовать салатового цвета. И пластиковая карточка по типу кредитная или скидочная. Я подготавливаю пластику к работе, основной цвет у нас будет синий, поэтому я его беру в два раза больше. И разминаю пластику синего цвета, формирую из нее бочонок, затем раскатываю на пастомашине пласт белого цвета толщиной в 5 мм. И оборачиваю этим пластом наш синий бочонок. Излишки пластики я срезаю, затем беру голубой цвет и наполовину голубым цветом я оборачиваю нашу синий-белую трость. И поверх голубого цвета я накладываю еще салатовый пласт полимерной глины. Оборачиваю салатовым тоже наполовину нашу трость. Теперь я беру пластиковую карточку и ее ребром со стороны салатого цвета продавливаю пластик. Пластик продавливаю прям до основания, до рабочей поверхности. Затем я отсоединяю от рабочей поверхности уже спущенную трость и формирую из нее трость обычной округлой формы. Переворачиваю трость и теперь со стороны белого цвета я тоже кредитной карточкой продавливаю трость в произвольном порядке. Затем формирую опять обычную круглую трость, вытягиваю ее, срезаю неровные окончания и на срезе я вижу рисунок, где у нас вытянут один цвет в другой. Теперь со стороны белого цвета я прищипываю нашу трость пальчиками и нарезаю трость на срезы. Каждый из срезов я слегка распущиваю пальчиками и укладываю на середину левой ладони. Стеком с шариком я вытягиваю лепесток, отсоединяю его от ладони, снова укладываю на ладонь и круговыми движениями стеком я придаю нашему лепестку форму лодочки. Я не делаю разные по диаметру трости, я делаю одну трость и нарезаю ее на толстые и тонкие срезы. Из толстых срезов я получаю лепестки более крупного размера, из тонких срезов я получаю лепестки меньшего размера. Я формирую цветок прямо на рабочей поверхности. Выбираю лепестки более крупного размера, это будут лепестки у нас самого нижнего первого ряда. Я их укладываю таким образом, чтобы они соприкасались в середине с салатовым цветом, а их острые части были направлены в противоположные стороны друг от друга. Лепестки второго ряда я укладываю в шахматном порядке, я выбираю их меньшего размера и укладываю между лепестками первого ряда. Лепестки второго ряда я слегка приподнимаю вверх. Лепестки третьего ряда, которые будут меньшего размера, я укладываю поверх второго ряда, тоже в шахматном порядке. Эти лепестки я приподнимаю чуть-чуть выше. И лепестки последнего заключительного ряда, внутреннего, если наружные ряды у нас все были по 8 лепестков, внутренний ряд у нас будет состоять из 6 лепестков, 5-6 лепестков, и укладываю я их практически горизонтально, оставляя небольшое место под сердцевину нашему цветку. Из полимерной глины голубого цвета я формирую вначале шарик. Затем я капаю внутрь нашего цветка жидкой полимерной глины и размещаю шарик голубого цвета внутри цветка. Шилом или зубочисткой я взрыхляю поверхность сердцевины цветка. И чтобы она была бархатной и живой, я ее сначала промазываю жидкой полимерной глиной, а затем наношу кисточкой аккуратно флок и распределяю по всей поверхности сердцевины. Смотрите продолжение в следующей части. Где использовать этот цветок, как собирать? Пожалуйста, смотрите мой мастер-класс и по сборке объемных украшений, будто колье или браслетов. С вами была Русалина, я надеюсь, что этот урок был полезен или интересен, как и все предыдущие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на видеоканал, впереди будет еще очень-очень много интересного. Ну а на сегодня всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok